здравствуйте коллеги меня зовут лебеди фьюрий и мы продолжаем серию веб-кастов посвященных windows vista сегодняшнем веб-касте я расскажу о родительском контроле windows vista и так проходить наш веб-каст будет на компьютере виста 0.1 на нем установлена microsoft windows vista ultimate сервис пак 2 русская 32 разрядная обладает он соответствующими характеристиками и так родительский контроль это средство которое позволяет ограничивать ту или иную учетную запись в принципе по идее разрабатывалась это для ограничения учетной записи ребенка но соответственно можно использовать так как вам это нужно и так обладает он следующими возможностями это ограничение времени использования компьютера соответственно можно назнать часы в которой будет разрешено или указать часы в которой будет запрещено использовать компьютер той или иной учетной записи следующее это ограничение доступа к веб-узлам вы можете разрешать веб-узлы по категориям или например указать список разрешенных или список запрещенных можно все это дело комбинировать следующий момент это ограничение доступа к играм он также есть возможность по категориям также Также можно и назначать конкретные игры на запрет или разрешение. Ограничение доступа к программам работает по аналогии с играми, но здесь уже конкретно выбираем, либо программу разрешить, либо запретить. Ну и родительский контроль создает отчет об активности, их можно просматривать. В конце сегодняшнего вебкаста мы это и проделаем. Итак, для начала мы включим родительский контроль на этом компьютере и ограничим доступ к веб-узлам. В частности, мы запретим для примера все узлы и разрешим только разрешенный. Для примера я выбрал свой блок. Итак, панель управления. Выбираем «Установить родительский контроль для всех пользователей». Соответственно, выбираем пользователя. Родительский контроль применяется каждому отдельному пользователю. Его нужно включить вручную. Либо выключить, либо включить. По умолчанию, для всех учетных записей пользователей, после того, как вы активируете эту функцию на компьютере, он выключен. Соответственно, вручную его можно включить. Дальше необходимо указать отчеты об активности. Включать их или нет. То есть, это ваше право. Но я считаю, что если вы ограничиваете доступ к кому-то, хорошо бы проверить, как он использует компьютер. Ну и, наконец, настроим веб-фильтр Windows Vista. Соответственно, есть два варианта. Это разрешать все веб-узлы и содержимое, либо блокировать некоторые. Существуют категории веб-узлов, которые можно разделить на группы. Но в данном случае примеров этого я делать не буду, потому как многие веб-сайты не используют категории и так далее. В данном случае я запрещу все сайты и разрешу только свой блок. Соответственно, в данном списке можно либо запретить, либо разрешить. Сделали разрешенный веб-узел. Окей. Окей. Продолжим. Следующим мы настроим ограничение времени использования компьютера. В частности, как мне кажется, хорошо будет разрешить по будням с 6 до 8. Ну а по субботам и воскресеньям, скажем, с 9 до 12 и с 6 до 9 использовать этот компьютер. Давайте настроим ограничение по времени. Запретим все. Разрешим с 6 до 8. В субботу воскресеньям до 21 и скажем с 9 до 12. Окей. Настроили мы ограничение по времени. Следующий момент это ограничение доступа к программам. Соответственно, сейчас мы посмотрим, как это сделать. В частности, мы запретим WordPad и проигрыватель Windows Media. Итак, выбираем разрешить и блокировать конкретные программы. По умолчанию установлено User01 может использовать все программы. Мы проверим список программ. Он сейчас построится. Если что-то сегодня добавилось по какой-то причине, можно добавить это через обзор. Таким вот образом. Соответственно, все отмеченные можно запускать. Либо можно запретить все и указать вручную. Но мы отметим все. И сбросим флажки с проигрывателя Windows Media и с WordPad. Для того, чтобы проверить эту функцию. Окей. Ну и наконец, последний момент. Это ограничение доступа к играм. Сейчас мы на него посмотрим. Ну и сделаем следующее. Мы запретим червы. Выбираем категорию игры. Соответственно, первый вопрос. Это может ли запускать игры User01. Можем запретить и он вообще игры запускать не сможет. Можно создать категории для игр. Соответственно, у категории есть следующие. Для детей и так далее. Только для взрослых. Соответственно, каждая следующая категория это предыдущая плюс один. То есть понятно, что если мы выбираем для всех, то для детей запускать он тоже сможет. Ну, уберем старше 10 лет, скажем. Вот эти три категории он может запускать. Остальные запускать уже не получится. Таким вот образом. Есть также различные моменты. Например, имитация азартных игр. То есть есть грубое насилие, кровь и так далее. Соответственно, выбирая эти категории, то есть большинство игр поддерживает эти категории. Соответственно, запрещать те или иные категории, запускать игры пользователь не сможет. Таким вот образом категорий очень много. Можно поставить список и ознакомиться с ним целиком. Ок. Есть также запрещение и разрешение игр. Здесь перечислен список. Соответственно, мы можем что-то разрешить всегда. Например, разрешим InkBall. Ну и, как мы и хотели, запретим червы. Таким вот образом. Ок. Ок. Сейчас мы настроили контроль учетных записей пользователей для User01. Ок. Соответственно, можно попробовать, как это будет работать. Сменим пользователя. И попробуем войти под учетную записью User01. Соответственно, в ответ на попытку входа мы получаем сообщение, что ограничение вашей учетной записи запрещает вход в систему в данное время. Повторить попытку позже. Ок. Соответственно, теперь, так как сегодня понедельник, еще нет 9 часов утра, давайте разрешим вход в компьютер. В это время. Выбираем User01. Выбираем ограничение по времени. И разрешаем, скажем, с 8 до 10 в понедельник поработать. Думаю, времени на наш вебкаст хватит. Ок. Ок. Соответственно, теперь, когда мы установили это разрешение, можно войти в систему. Видим иконку, родительский контроль включен. У нас осталось времени 1 час 17 минут, то есть все, предупреждение есть, то есть никакого внезапного отключения не произойдет. Соответственно, пользователь успеет сохранить все свои документы и продолжит работу. Начнем с самого первого, это веб-узлы. В частности, msn.com запуститься не смог, потому что родительский контроль заплагировал доступ к этой странице. Если необходимо, можно прямо от всего получить доступ. Для этого потребуется ввод пароля администратора. Давайте проверим разрешенный узел. Соответственно, видим, что доступ к узлу разрешен, но так как стоит галочка запретить загрузку файлов, то и картинки не отображаются. Соответственно, если мы разрешим загрузку файлов, они отобразятся. Таким вот образом. Что касается дальше. Проверим возможность работы с программами. В частности, проверка Windows Media у нас запрещен. Нам сообщается о том, что программа заблокирована родительским контролем. Окей. Например, WordPad. Мы погорячились и действительно доступ нужен. Это можно делать прямо отсюда. Для этого достаточно будет ввести пароль администратора. Например, выберем эту учетную запись. Например, в данном случае WordPad можно либо блокировать, либо всегда разрешать. Ну, допустим, пусть она будет разрешенной. И теперь в список разрешенных программ она добавится. Соответственно, пользователь сможет запускать WordPad. Все довольно просто. Ну и, наконец, игры. Давайте посмотрим, как это работает. В частности, червы. Как видим, даже ярлык перестал отсутствовать. Отказано в доступе к указанному устройству, пути или файлу. Возможно, у вас нет нужных прав на доступ к этому объекту. Ну и также по категории. В играх находится Hold'em, покер. Соответственно, так как он азартная игра, то мы его запретили как категорию. И доступ к этой игре тоже отсутствует. Все довольно просто. Так, сейчас мы выйдем из системы. Вернемся в нашу административную учетную запись. И посмотрим отчеты, которые генерируют родительские контроли. Выберем User01. И посмотрите отчеты об активности. Соответственно, есть у нас учетная запись User01. И пошли его отчеты. Значит, посещаем узлы Google.com, Blogger.com и Lebedefun.blogspot.com. 10 заблокированных услов. Соответственно, тут все не перечислены. Переопределение для ресурсов загрузка файлов и загрузка файлов заблокировано отсутствует. Количество входа в систему 7. Полное время 8 минут 15 секунд. Все можно проверить. Все здорово. Приложения, которые были запущены. Internet Explorer 5 раз и так далее. Игры. Отсутствуют. Никакие игры не были запущены. То есть можно просматривать. Электронная почта. Мгновенные сообщения. Ну и носитель. Соответственно, нет событий, проявленных файлов мультимедиа. Все довольно подробно расписано. Можно посмотреть. Ну и по каждой категории может быть отдельно. Посещенные веб-узлы. Заблокированные веб-узлы. Таким вот образом все файлы просматривать. Время. Сводкой. И конкретно каждый вход. Приложения. Запускавшиеся приложения. Переопределенные. В частности, видим, что текстовый редактор. Разрешение было сделано. Игры. Запускавшиеся игры отсутствуют. Как видим. Электронная почта. Полученные, отправленные. Изменение списка контактов и так далее. Мгновенные сообщения. Тоже все это можно просматривать. Файлы мультимедиа. Они не запускались. Но отчет тоже об этом генерируется. Ну и общий настройки системы. То есть это тоже можно просматривать. Можно более подробно. То есть все достаточно подробное. Любую активность за пользователем. Можно проконтролировать. И ничего дополнительного для этого не нужно. Все встроено в Windows Vista. Данное средство появилось только с Windows Vista. В Windows XP его не было. Что ж, на этом все. Спасибо за внимание. Если у вас возникли какие-то вопросы и пожелания. Прислайте их мне на электронный адрес. Lebedefury.sobacagmail.com Буду рад ответить на вопросы. И выполнить пожелания. Больше материалов можно найти у меня на сайте. Ну и все новости одной строкой. А также мои публикации и переводы. Вы можете найти у меня в блоге. На лебедевом блог.spot.com На этом все. Спасибо за внимание. И будьте здоровы.